Уроки по изучению Библии И он спустился вниз, готовый начать новый день Шел 1820 год И, наконец-то, Финеас увидит остров Его собственный остров Финеас получил этот остров в качестве подарка от своего дедушки Когда Финеас только родился Ему был выдан документ на владение островом под названием Айви Айленд в штате Коннектикут С раннего возраста он слышал об этом острове от своих родителей Они часто подшучивали над Финеасом Умоляя не забывать их, когда он станет богатым землевладельцем Финеас вырос в мечтах о своем острове Предвкушая тот день, когда он его увидит У него будет собственность Он построит красивый дом Будет вести хозяйство на ферме и растить скот Если бы вы владели островом Разве вы не хотели бы его увидеть? Конечно же, да И Финеас умолял родителей взять его посмотреть его остров И в конце концов отец согласился Летом 1820 года отец и сын отправились посмотреть на остров, принадлежащий Финеасу С самого начала путешествия Финеас начал задавать бесконечные вопросы Мы уже близко, мы его увидим с вершины этого холма Отец постоянно говорил, что они скоро будут там Наконец отец указал на покрытое лесом место и сказал Он находится как раз за этими деревьями Финеас спрыгнул с повозки и понесся к деревьям Не колеблясь, он бросился в лес и побежал с единственной мыслью увидеть свой остров В конце концов лес начал редеть и взору мальчика Открылся его Ivy Island Финеас онемел Его Ivy Island был всего лишь двумя гектарами болотистой местности, кишащей змеями На протяжении многих лет ему говорили, что его остров был самым лучшим из всех островов Коннектикута Но земля оказалась никчемной Это была лишь шутка, жестокий обман Финеас оглянулся на отца, который хохотал во все горло Но Финеасу было не до смеха Он навсегда запомнил это чувство Чувство безвозвратной потери Он так и не смог оправиться от охватившей его пустоты, вызванной обманом Когда Финеас вырос, он сделал обман людей своим бизнесом Возможно, вы даже знаете этого мальчика по имени Финеас Но уже не землевладельца, а учредителя Это ему принадлежит изречение «Каждую минуту рождается простак» И это он провел свою жизнь, доказывая известность данного утверждения Финеас прославился как учредитель Бранум, фирмы Бранум и Белли Соркус Цирк Трудно не посочувствовать мальчику, который мечтал о наследстве, а обнаружил, что его вовсе нет Некоторые из вас особенно хорошо понимают его, потому что сами испытали подобную потерю Возможно, вам и не обещали личного острова, но вы рассчитывали на что-то Вы мечтали о чем-то, что не осуществилось Может быть, вы дали брачный обед человеку, который нарушил его, и на вашем сердце остался незаживающий шрам Или вы отдали лучшие годы своей жизни какой-то фирме, вы были уверены в их обязательствах перед вами Вы рассчитывали на пенсию, но потеряли работу, или же фирма обанкротилась до вашего выхода на пенсию Мы живем в мире неисполненных обещаний и несбывшихся надежд Это мир, в котором будущее не всегда оказывается таким, каким мы его себе представляли Этот мир обещает нам острова, которые приносят лишь разочарование Обещания, данные Богом, не такие У Бога не бывает, чтобы Он дал обещания, а потом не сдержал его Его обещания всегда исполняются В послании к евреям 10.23 так говорится о Боге Ибо верен обещавший Мы можем доверять Божьим обещаниям И не только потому, что Он верен, но и потому, что мы можем вполне положиться на то, что Бог силен исполнить любое свое обещание Послание к римлянам 4 глава стих 21 С 3 по 14 стих 1 главы Мы читаем, что Бог благословил нас Об этом говорят 7 и 8 стихи Он дал нам познание тайны своей воли И запечатлел нас своим святым духом Бог заверил нас, что во Христе мы не будем обмануты в отношении нашего наследства Нам дан дух святой, который есть залог наследия нашего Для искупления у дела его В похвалу славы его Говорится в 14 стихе Бог заверяет, что даст своим неслыханное наследство Которое принесет ему вечную славу Обратите внимание на то, что сказал Павел о важности пребывания во Христе Христиане из иудеев были избраны в нем Говорится в 10 и 11 стихах Они были первыми, кто имел надежду во Христе Стих 12 Христиане из язычников вошли во Христа, услышав благовествование и поверив ему Стих 13 Они также были запечатлены в нем обетованным святым духом Который есть залог наследия нашего Говорится в 13 и 14 стихах В этом отрывке с 11 по 14 стихи 1 главы Павел особо выделяет пребывание во Христе В непосредственном контексте То есть в контексте стихов с 3 по 14 фраза во Христе в той или иной форме встречается 9 раз Все изменяется, если вы во Христе Это основание для получения вами наследства Было бы хорошо здесь остановиться и задать один важный вопрос Как же войти во Христа и получить обещание наследства? На полях вашей Библии рядом с 1 главой с 3 по 14 стихи Вы можете записать следующее Писание Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни Послание к римлянам, 6 глава, 3 и 4 стихи В 13 и 14 стихах мы читаем В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения И уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего Что говорят эти стихи о Святом Духе? Во-первых, Дух Святой – печать в жизни христианина Мы знакомы с нотариальными печатями Нотариус заверяет подпись на документе и ставит печать для подтверждения его подлинности Джон МакАртур объясняет это так Печать, о которой здесь говорит Павел, означает официальный знак удостоверения личности Который ставился на письмо, контракт или другие важные документы Печать обычно делалась из растопленного воска, который капали на документ и придавливали кольцом с печаткой В древности печати свидетельствовали о следующем Во-первых, о владении Печати выполняли функции клейма на животных или рабах Они были похожи на ту печать, которую ставили на книге для указания ее действительного владельца Святой Дух сходит на христианина и пребывает на нем, свидетельствуя, что отныне тот является Божьей собственностью Во-вторых, о защите Официальная печать, поставленная на каком-либо предмете, предупреждала людей о том, что он защищен силой и властью тех, кого эта печать представляет Пилат приложил печать к камню у гроба Иисуса Христа Мы об этом читаем в 27 главе Евангелия от Матфея с 62 по 66 стихи Его печать предостерегала людей не отодвигать камень Это предостережение подкреплялось официальным положением Пилата и его властью Святой Дух в христианах является предупреждением сатане и всем силам зла о том, что этот человек защищен Богом В-третьих, печать говорит о подлинности Печать подтверждала подлинность того, на чем она ставилась Святой Дух в христианах подтверждает, что он или она действительно является чадом Божьим и получателем наследства Если вы во Христе, вы запечатлены Духом Святым Это многого стоит Дух подтверждает, что вы принадлежите Богу Что Бог защищает вас своей властью и что вы подлинные наследники Мы считаем свидетельство о рождении важным документом Он важен нам для получения водительских прав или свидетельства о браке Для приема на работу или поступления в институт Но когда наступит конец мира и мы предстанем перед Богом на суде Бог не будет просить нас показать наше свидетельство о рождении Или какой-либо другой документ, подтверждающий нашу личность Бог будет искать печать, печать Духа Святого Дух является уникальной печатью, исходящей только от Бога А Бог дает ее лишь тем, кто во Христе Во-вторых, Святой Дух является залогом нашего наследия Трижды в посланиях Павла Дух Святой называется залогом По-гречески «арабон» Об этом же говорится и в первой главе послания к Ефесинам, 14 стихе Во втором послании к Коринфянам, 1.22, отмечается, что Бог запечатлел нас И дал залог Духа в сердца наши, гарантируя то, что должно прийти И во втором послании к Коринфянам, 5.5, стихе Павел повторяет, что Бог дал нам залог Духа Слово «залог», использованное Павлом, широко употреблялось в то время и имело значение денежного задатка Залог являлся частью цены за что-либо Он давал гарантию, что остальная сумма будет выплачена в соответствующее время Так что же это значит, когда мы говорим, что Дух Святой является залогом нашего наследства? Бог хочет, чтобы мы были уверены в получении нами немыслимо большого наследства, предназначенного для Его детей Это наследие нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас 1.4 Петра, 1.4 Бог также хочет, чтобы мы видели, что то, что мы имеем во Христе сейчас, есть лишь предвкушение того, что ждет нас в будущем Вспомните ту радость, которую вы испытали, узнав, что все ваши грехи прощены Вспомните то благоговение, которое охватывает вас во время богослужения с другими христианами Вспомните любовь, радость, мир и плоды Духа, которыми наполнилась ваша жизнь Вспомните все, что сделал для вас Бог с тех пор, как вы стали Его чадом, и умножьте это во много раз Вам все равно не хватит воображения представить все, что Бог уготовил для вас С христианами не произойдет того, что произошло с Финнеасом и его островом Для них жизнь не окажется злой шуткой или глубоким разочарованием То, что у нас есть сейчас во Христе, лишь залог, лишь мимолетный взгляд на то невообразимо громадное наследство, которое обещал нам Бог Святой Дух есть залог наследия нашего Для искупления удела Его в похвалу славы Его Читаем мы также в 14 стихе 1 главы Слова Павла в этом отрывке с 3 по 14 стихи буквально звенят прославлением Бога Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, говорится в 3 стихе Стих 6 исполнен похвалы славной благодати Божьей В стихе 12 упоминается похвала славы Его В стихе 14 утверждается, что цель искупления, цель спасения, цель выделения Богом тех, кто во Христе, в свой удел и цель введения их в полное наследство есть похвала славы Его В самом начале Бог сказал Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему Бытие 1 глава стих 26 В намерение Бога входило создание людей, которые бы жизнью своей явили всем Его славу, Его природу, Его подобие Он хотел людей, которые возносили бы Ему хвалу, служили бы Ему и стремились бы быть похожими на Него Однако грех, совершенный человеком, исказил в нем Божий образ Вся Библия и весь Божий план предназначены для того, чтобы вернуть нас к тому, что изначально задумал для нас Бог Он достигает этого, искупая нас, спасая нас и обновляя нас во Христе Наше наследство состоит в том, чтобы быть тем, чем мы были созданы, образом Божьим Наступит день, когда это произойдет Мы читаем возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть 1 послание Иоанна, глава 3 стих 2 И когда это произойдет, мы громко вознесем Ему хвалу Назначение нашего наследства – возносить хвалу Богу У вас много разбитых надежд? Кто-то огорчил вас? Вы потеряли то, на что думали полагаться всю жизнь? Не теряйте надежды на будущее Может показаться, что не на кого положиться, некому доверять или верить Но есть Бог, пусть Он напоминает вам, что Он верен Если вы во Христе, всемогущий Бог дает вам невероятное, вечное наследство Это наследство настолько чудесно, что, когда вы его, наконец, получите Вы захотите вечно восхвалить Бога и выражать Ему свою благодарность Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота Там добавляются регулярно новые уроки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok